Дорогая Церковь! Я верю, что Господь желает посетить сегодня чью-то особую душу. Пусть Господь благословит, а, дорогая Церковь, когда мы будем слушать проповедь, поддерживайте в молитве, чтобы Господь дал силы совершить покаяние той душе, которой сегодня Господь готовит к спасению. Братья и сестры, сегодня Господь подарил нам особое служение. Если были внимательны, все служение было направлено вот этой мысли, встреча, встреча с нашим Господом. Все служение направлено было к страданиям Иисуса Христа, к той цене, которую Он заплатил. И вы знаете, когда мы смотрим вот в Писании, мы видим, что тема страданий Иисуса Христа, она занимает, наверное, большую половину часть Нового Завета, Евангелия. Мы отметили праздник Рождества Христова. Следующая, наверное, тема, где мы будем особо раскрывать, говоря о рождении, приходе в мир Спасителей, будет уже в конце года, в декабре месяце, неправда. Мы готовимся к весенним служениям, к служениям пасхальным. Мы тоже будем говорить об этом, о воскресении нашего Господа. Но о страданиях Иисуса Христа мы говорим каждый месяц, каждое первое воскресенье мы говорим о страдании нашего Господа. И, по всей видимости, мы убеждены в этом, в этом есть особый смысл и особая цель для нашего Господа, для Церкви, чтобы мы не забывали, братья и сестры, цену, которая была уплочена. Но сегодня я хотел бы во свете страданий Иисуса Христа и нашего понимания ценностей страданий Христа, я хотел бы вместе с вами рассмотреть такую тему. Тема страданий детей Божьих. Тема страданий верующих людей. Конечно же, во свете страданий нашего Господа. Братья и сестры, как бы мы ни относились, как бы мы по-разному не имели, может быть, позиции по событиям, вот последнее время, в котором живем практически уже целый год, да, но мы должны признать, признать тот факт, что, наверное, никогда еще в жизни детей Божьих, верующих людей не было столько вот таких переживаний. Переживания, может быть, связаны вот такими событиями, болезни, пандемии. Кто-то признает, кто-то не признает. Вот, поверьте, вот, имея многих-многих братьев-служителей, мне никогда еще не приходилось встречаться с такими нуждами, когда братья звонят, пишут, помолитесь, помолитесь. Где-то церкви лишились служителей, где-то семьи лишились отцов, матерей, где-то церкви лишились братьев-сестер по причине вот болезни, немощи, смерти. Я еще раз подчеркиваю, как бы ни были различные взгляды, но мы должны признать, что страданий много в детей Божьих через различные ситуации в жизни, не только через те события последнего времени, в котором мы находимся. Я бы хотел вместе с вами, братья и сестры, обратиться к одному тексту Священного Писания, который нам может понять смысл страданий детей Божьих. Послание к римлянам, предлагаю открыть, у кого есть текст Священного Писания, Послание к римлянам, 8 глава. 8 глава будем читать с 15 стиха и ниже, несколько стихов. С 15 стиха, 8 глава. «Потому что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Абва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, то наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнению с тою славою, которая откроется в нас». Братья и сестры, дорогая церковь, Священное Писание очень ясно утверждает о том, что положение человека, грешника, когда он обращается к Иисусу Христу, который через возрождение свыше становится особое положение занимает. Он входит в особые отношения с Богом, братья и сестры. Эти отношения, это положение спасенного человека, Священное Писание называет одним словом, обратите внимание, мы, 16 стих, «мы дети Божьи». Мы дети Божьи, братья и сестры. Все благословения, которые верующий человек получает в результате его спасения, возрождения, прощения его грехов, его имя записано в книге жизни, он получает дар вечной жизни, он получает Духа Святого, как утешителя, который пребывает в нем и ведет, он получает усыновление, он получает праведность самого Христа. Братья и сестры, и многие-многие благословения, часть которых мы немножко коснемся сейчас, являются в результате того, что человек становится кем? Детем Божьим. И обратите внимание, Павел говорит, кто об этом нам говорит? Кто утверждает нас в этом? Дух Божий, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Это величайшее благословение. Апостол Иоанн говорит об этом благословении в следующий стих, первое послание Иоанна, третья глава, второй стих, я думаю, третье послание, третья глава, второй стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Обратите внимание, апостол Павел говорит, мы теперь дети Божьи, но, говорит, это прекрасная перспектива в будущем. Еще не открылось, потому что мы находимся в теле, мы проходим еще путь скорбей, переживаний, мы находимся еще в школе Христа, но что-то откроется, и откроется, братья и сестры, что-то потрясающее, мы изменимся, мы преобразимся настолько, что будем подобны Ему. И вот это подобие, подобие Богу, подобие Христу, сделает возможным, что мы увидим Господа, каков Он есть. Но это в будущем, братья и сестры. Обратите внимание, какие еще благословения принадлежат тем, которые дети Божьи. Апостол Павел говорит так, «А если дети», 17 стих, 8 главы римлянам, «А если дети, то и наследники». Наследники кому? Божьи. Наследники, братья и сестры, Бог называет нас своими детьми, которые имеют наследствие в Боге. Какая прекрасная перспектива, настолько мы богаты, братья и сестры, дети отца. Да, и обратите внимание, это наследие имеет еще далее, простирается, не только наследники Бога. Он пишет далее, следующий в этом же 17 стихе, «Со-наследники же Христу». Братья и сестры, какая удивительная благодать Божия, как Господь любит своих детей. Он говорит, «Вы не просто прощенные, помилованные, вы дети Божьи, вы наследники мои, и вы сонаследники Христу». Братья и сестры, как трудно представить, что это за наследство, которым мы обладаем уже сейчас. Но по словам апостола Петра, в первом послании Петра, 1 глава, 3-4 стих, Петр говорит так, «Благословен Бог и Отец Господа, нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас с воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». И 4 стих. К чему? К наследству. Наследство это, братья и сестры, выражено не в каких-то материальных благах, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Даже трудно представить, братья и сестры, что Господь Иисус Христос разделит с детьми своими, с верующими людьми, братья и сестры, наследство. Вот почему написано «Со-наследники же Христу». Когда мы придем в вечность, Отец Небесный откроет все благословения, богатства, все, что принадлежит Его Сыну, будет принадлежать и детям Его, братья и сестры. На каком основании заслужили мы этого? Нет! Тем, которые приняли, Он дал власть называться и быть детьми Божьими. Какая прекрасная перспектива, братья и сестры. И на этом еще не останавливается. Апостол Павел говорит, «Если вы дети Божьи, вы наследники Бога, вы сонаследники Христу». Обратите внимание, в 17 стихе Он пишет так, чтобы с Ним и прославиться. Какая великолепная картина! Чтобы с Ним и прославиться, что ожидает детей Божьих в будущем? Наследство Отца, сонаследство с Его Сыном Иисусом Христом, все богатства и благословения. Но Он говорит, славу подарит, поделится славой, братья и сестры. Беден наш язык, бедное наше человеческое воображение, чтобы представить, братья и сестры, что же это за слава. Безусловно, мы понимаем, что Отец Небесный прославил своего Сына и в вечности тот Христос, который сейчас уже прославлен, Он примет свою невесту, свою церковь, спасенный, говорит, я хочу разделить с вами эту славу. Об этом Христос молился в первосвященческой молитве, помните, 17 глава Евангелия от Иоанна, 24 стих, Христос молится, Отче, которых Ты мне дал, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, почему, для чего, да видят славу мою, которую Ты мне дал, потому что возлюбил меня прежде создания мира. Братья и сестры не только видят, но будут присутствовать и разделять эту славу с нашим Господом во веки веков. Какая прекрасная перспектива для детей Божьих, не правда ли? Дети Божьи, наследники Божьи, сонаследники Христу, которые разделяют с Ним Его славу. Дорогая церковь, братья и сестры, у меня вопрос. Мы ничего не упустили с этого 17 стиха очень важное. есть ли условия для получения стать сонаследниками Христу и разделять с Ним славу? Не стесняйтесь. Что мы упустили, братья? Страдание. Обратите внимание, чрезвычайно важный стих нельзя пропустить, нельзя уйти. Обратите внимание, если, обратите внимание на этот стих 17, короте 8 глава, если дети, то и сонаследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться. Оказывается, братья и сестры, невозможно быть наследниками Бога, невозможно иметь этот статус, это положение, состояние по-настоящему детей Божьих, быть сонаследниками, разделять наследство со Христом, невозможно разделять со Христом славу, если не будем страдания иметь в нашей жизни. И когда мы говорим о страдании, братья и сестры, то возникает очень важный вопрос. О каких страданиях идет здесь речь? Какого характера должны быть эти страдания, чтобы мы могли знать, что мы страдаем со Христом, эти страдания, они угодны Богу? Знаете, обычно, когда мы говорим о страданиях верующих людей, согласитесь, чаще всего в нашем понимании мы говорим, наверное, вспоминаем, может быть, первоапостольскую церковь, христиан первого века или средневековье, когда христиане были подвержены особым страданиям, гонениям, переживаниям. Может быть, говоря о нашем времени, современное время, братья и сестры, может, мы имеем в виду тех христиан, которые живут где-то в мусульманских странах, и сегодня они испытывают гонения, переживания и страдания. Но анализируя вопрос страданий тех Божьих, исследуя во свете Писания, братья и сестры, мы убеждаемся и делаем выводы, приходим к выводу, что страдания за Христа и со Христом зависят не столько от природы и жестокости этих страданий, сколько того, в каком состоянии находится дух наш, братья и сестры, и как мы относимся к тем обстоятельствам, самым незначительным переживаниям, скорбям, страданиям в нашей жизни. Еще раз повторюсь, зависит от нашего понимания и от состояния нашего духа, как мы относимся к тому, что мы проходим какие-то страдания. Братья и сестры, даже в границах нашей маленькой, небольшой церкви по сравнению с церковью Христа во Вселенной, в каждой семье, в вашей семье, братья и сестры, есть переживания? Подумайте просто о своих родных, близких, о родителях, братьях, сестрах, детей, родственниках. В любой семье, братья и сестры, возьмите, вы скажете, сколько раз, когда мы собирались до немножко переживаний, которое коснулось нашу церковь, вторник, мы всегда молились. Об этом помолитесь, об этом помолитесь. А список, который у нас есть во вторник, братья и сестры, мы молимся. Это не связано с переживанием, со страданиями наших родных и близких. Интересно, что слово, с греческого слова страдания в русском языке буквально означает давление, горе, боль, любое переживание, любой в жизни, какие-то стрессы, болезни, физические болезни, физические болезни, душевные болезни, они имеют смы страдания. И чтобы, братья и сестры, испытывать страдания верующим людям в нашей обыденном жизни, живя в этой благополучной стране, не нужно ехать куда-то в мусульманские страны. И не нужно выходить на улицу, раздавать трактаты Евангелия или проповедовать и вызвать на себя искусственное вот такое гонение и сказать, ну, слава Богу, наконец-то мы пострадали, может быть, получили какие-то арест получили или там штраф или еще что-то, сказали, ну, наконец-то мы подпадаем под статус страдальцев Иисуса Христа. Братья и сестры, одна очень важная мысль. Бог, который сказал, если с Ним страдаем, Он поведет каждого из нас, каждую семью, каждого христианина, Он поведет свою школу, поведет в свое время и пошлет те необходимые испытания и страдания для того, чтобы мы могли уподобиться нашему Господу и подпасть вот под это определение с Ним страдаем. Братья и сестры, это очень важно. Страдания в нашей жизни, верующих людей, любого характера, как мы говорили, большие, маленькие, в болезни или в гонениях, в каких-то других обстоятельствах стесненных, Бог будет проводить. Почему? Обратите внимание, вот мы сегодня уже касались, что мы каждый месяц вспоминаем страдания нашего Господа. Евангелие, послание, заполненные вот этой темой, смыслой, что Христос наш, Он страдающий, Христос. Он не просто родился, знаете, была его жизнь как-то хорошая, окруженная вниманием, почетом, среди учеников, среди уважения, среди религиозных лидеров. Братья и сестры, вся его жизнь была, это жизнь страданий, отвержения, неприятия, гонения. Христа берут на гору, чтобы сбросить, Христа хотят побить камнями, Христа презирают, Христа предают, Христа уничижают, Христа избивают так, что Он был обезображен падше всякого человека. И как Священное Писание, как пророк Исаия говорит, ибо, послание к евреям, простите, 2 глава, 10 стих, Павел говорит, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через что? Не через успех, не через, знаете, какие-то другие благословения, но совершил через страдания. Есть величайший страдалец во вселенной, это наш Иисус Христос. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, поэтому, когда мы проходим какие-то испытания в нашей жизни, то, что Библия говорит под общим названием страдания, братья и сестры, мы не одиноки. Он прошел, Он испытал, и Он это проходит вместе с нами сегодня. Обратите внимание, Прокисая в своей известной 53 главе говорит о нашем Господе так, что называет Его мужем скорбей, изведавшим болезни. В 4 стихе Он говорит, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. И апостол Павел в послании к римлянам в этом 17 стихе говорит, если только с Ним страдаем в настоящее время, Господи, Ты, прославленный, находишься в небесах, одесную Отца, братья и сестры, Он проходит вместе с детьми Его. Он не отстранился от нашей жизни, Он не отстранился от тех, может быть, братьев и сестер, которые сегодня находятся в одиночестве, лежачие, не имеют силы, переносят какие-то особые болезни. Он проходит вместе с ними, потому что Он взял на Себя немощи и болезни. Какой смысл страданий детей Божьих? Какую цель Бог преследует, когда вводит в школу на с вами тех или иных испытаний и страданий? Позвольте две, наверное, мысли передать. Первое. Через страдания Бог хочет научить нас, чтобы мы надеялись и уповали только на Него. Через страдания и испытания Бог желает научить нас, чтобы мы надеялись, доверяли и полагали надежду только на Христа. Мы живем в этом мире, в современном обществе, где господствует концепция самодостаточности, самонадеянности. Современные психологи, когда люди обращаются к ним, они говорят, не переживайте, возьмите себя в руки, держитесь, верьте в свои силы, вы победите. Наши дети вырастали, помните, в школе и говорят, ты мужчина, ты крепкий, ты должен победить. Мы живем в этом обществе, где люди надеются на себя, на своих знакомых, на возможности, на хорошее обучение, на хороших медицин и многое другое. А Бог говорит, без меня вы не можете делать ничего. Бог хочет, чтобы мы в нашей реальной жизни, братья и сестры, начиная наш день, садясь за нашу руль, садясь за нашу машину, взявшись за руль, могли помолиться, Господи, благослови в этот путь. Братья и сестры, вы молитесь, когда вы садитесь, куда-то едете. Сколько нужно, чтобы авария случилась? Мгновение. Мы молимся, когда мы начинаем свою работу. Мы молимся, когда мы приступаем к какому-то делу, сказать, Господи, я не знаю, научи меня, подскажи мне, благослови меня. Позвольте вместе с вами глянуть немножко на отрывок, который апостол Павел поделился. Это был очень сильный человек. Бог наделил его многими качествами, интеллектуальными, организаторскими. Он имел особые откровения от Бога. Он был благословенный апостол. Но Бог его тоже проводил в школу страданий. Для чего? Давайте посмотрим. Обратите внимание, второе послание Коринфянам, первую главу, у кого есть в Библии, давайте откроем, а братья нам помогут. Вот смотрите, как апостол Павел пишет 8 стиха 1 главы 2 послания Коринфянам, 1 глава 8 стиха, «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх сил, так что не надеялись остаться в живых». То есть апостол Павел говорит о каких-то особых скорбях, в которых он сам находился, в Асии постигла. И они даже не имели надежды, говорит, «мы даже не надеялись, обратите внимание, остаться в живых». 9 стих. «Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Обратите внимание, для того Бог допустил, чтобы получили мы вот эту надежду, она восстановилась, возродилась. Перед этим, говорит, мы не надеялись даже остаться в живых, но, говорит, имели приговор в себе. Для чего? Чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. 10 стих, очень важный, «Который и избавил нас от столь близкой смерти, избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит». Братья и сестры, посмотрите, обстоятельства и скорби, в которых находился апостол Павел, что произвели? Он говорит, «Надеемся на Бога, который избавил, избавляет, и надеемся, еще будет избавлять». Благодарность Господу за страдания. Благодарность Господу за Бога, за Его удивительную школу, в которую Он вводит вас, братья и сестры, и меня, и каждого в отдельности в свое время. Не нужно ехать в мусульманские страны, подвергать деда себя риску. Я понимаю, что, братья и сестры, наши там, и нужно молиться, поддерживать. Нужно искать искусственных страданий. Поверьте, Бог поведет каждого из нас. Для чего? Для того, чтобы могли научиться возлагать надежду нашего Бога в нашей повседневной жизни. Вторая мысль, вторая цель, которую Бог хочет достигнуть через страдания. Следующее. Через страдания Бог желает сделать нас способными утешать других, находящихся в страдании. Я думаю, это очень разумная цель и разумный смысл, правда. Бог хочет научить нас, чтобы мы стали утешителями. Давайте кратко посмотрим на несколько стихов. В этой же главе, только чуть выше, в этой же главе, только чуть выше, с третьего стиха, апостол Павел говорит так, «Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдания Христовы, что умножается, дорогая церковь, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для нашего, вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Одно из самых наибольших служений, братья и сестры, в которые сегодня нуждаются верующие люди, это утешать друг друга. Слава Богу, что мы можем разумно и правильно использовать те технологии, когда мы можем пообщаться и поддержать братьев, которые живут, трудятся в Киргизии или в Казахстане, в России, в Таиланде, в какой бы ни было стране, когда мы получаем какое-то сообщение, можем объединиться вместе. Братья и сестры, обратите внимание, научиться утешать друг друга. Вы скажете, ну меня не коснулось, у меня, слава Богу, все хорошо. Бывает, что звонишь семье, спрашиваешь, как у вас дела? Говорят, слава Богу, семья здорова, никто не переболел, мы живы, здоровы, благодарность Богу. Братья и сестры, давайте вспомним один очень важный текст. Первое послание только Коринфина, 12 глава, 26 стих, Павел говорит вот о теле Христа и нашей взаимосвязи друг с другом. Он говорит один стих, посему страдает ли один член, что происходит? Все радуются, страдают с ним все члены. Кто-то забыл, как важно вот принимать эту боль другого человека к себе. Страдает ли, страдают с ним члены, так мы устроены. А если славится, славится один член, радуются все члены, как приятно вот слышать свидетельства тех сестер, которые, может, перенесли особо вот как-то вот в болезнь в это последнее время. Говорит, как приятно, как легко, дает надежду, по Ване молятся церковь, передают, кто-то звонит, пишет, кто-то продукты принес, кто-то приготовил ужин, братья и сестры. Как это важно, страдание помогает нам учиться, братья и сестры, сострадать другим людям. Как-то вспомнил одну свидетельство за одну сестру, старец, сестра, она живет в другой стране, ее муж-служитель ушел в вечность. Господь дал долгий период жизни ей. И рассказывает об этой женщине, нашей сестре, следующее. Когда она попадает в больницу по своей немощи, болезни, страдает тело. Палата, где она находится, преображается. Люди, которые болеют, понимаете, каждый со своей болезнью, болью, одиночеством, кто-то не посещает. И вдруг эта сестричка, старец, которая сегодня уже за 80, подходит, спрашивает, что вас болит? А вы откуда? А как вас зовут? А хотите, я помолюсь за вас? А может быть, вам что-то передать? А может, я вам чайку подогрею? Братья и сестры, говорят, в палате преображается. Говорят, дайте нам эту бабушку в другую палату. Когда случилась вот тоже болезнь, она тоже была подвержена этой болезни, она попала в реанимацию. Говорят, в реанимации тоже стало изменение. Она к врачам обращается, сочувствует медсестрам, благословляет врачей. Братья и сестры, вот сбывается то, что апостол Павел говорит о Боге, который утешает нас во всякой скорби, чтобы мы могли утешать находящимся во всякой скорби тем утешением, братья и сестры, не человеческим, не нашим милосердием, а тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Проходя школу страданий, братья и сестры, не упустим возможности научиться сострадать другим людям. Как-то один пастор одной церкви, которая прошла особое переживание, скорби, как-то болезни, сказал такую фразу. Найлучшими учителями в нашей церкви на сегодня являются те, кто не стоят за кафедрой, а наоборот, чаще всего они сидят на скамейках, рядом с нами люди, которые пережили много скорбей и переживаний, которые могут поддерживать других. Последняя короткая мысль. Страдания имеют цель привести нас, братья и сестры, к конечному итогу вот этой всей школы страданий. Хочу обратить внимание очень кратко на стишок, который мы сегодня прочитали, 18-й. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит с раненью, братья и сестры, с тою славою, который откроется в нас, 8-я глава послания Римлянам, 18-й стих, откройте, пожалуйста. Думай, апостол Павел говорит, что нынешнее временное страдание ничего не стоит, братья и сестры, славою. Страдания людей, не верующих, братья и сестры, они бессмысленны, они просто страдают, нету поддержки, нету завершенности, нету цели, нету будущего. В детей Божьих, в церкви, верующих людей, братья и сестры, есть блестящее завершение страданий. Слава, говорит, будет, ожидает вас. Апостол Павел в послании Коринфянам, втором послании, 4 глава, 17-18 стих, называет это кратковременными страданиями. И он говорит, кратковременные легкие страдания наши производят. Обратите внимание на слово, что они делают? Они не приносят депрессию, не в депрессию вводят верующих людей, братья и сестры, а производят вечную славу, в безмерном произбытке вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечно. Апостол Павел Коринфянам, который сам пережил большие страдания, он ободряет сегодня верующих. Пусть это послание, пусть это слово сегодня утешит, ободрит, благословит и поможет нам видеть нашего Господа. Часто мы видим внешние эти обстоятельства наших родных, которые лежат, наших близких. Кто-то потерял самого родного, близкого, кто-то утратил еще что-то. Пусть Господь нам поможет братья и сестры иметь вот это еще зрение, видеть. не на видимое, которое временно, но пройдет, а на невидимое, которое вечно. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Я приглашаю к молитве. Я приглашаю к молитве. Я приглашаю к молитве. Время. Я приглашаю к молитве.